Сейчас слово я предоставлю себе, да, и попробую кратенько представить позицию Института территориального планирования ГРАД по поводу градоустройства, жизнеустройства, вернее, да, по поводу градоустройства, как жизнеустройства. Немножко, несколько слов скажу еще по поводу внезапной достаточно позиции Дмитрия Михайловича. Ну, даже это не позиция, а реплика по поводу Минкультуры. Нашей деятельностью занимаются все, и это как раз хорошо. И как раз вчера мы беседовали, я там делала некоторые высказывания по поводу того, а кто главный в том, чем мы занимаемся. Говоря, сопоставляя эти вопросы на местном уровне, в мэрии, что в регионе, что в стране, кто занимает, кто этот главный заказчик территориального планирования. Вот если мы говорим от имени страны, давайте вспомним, а что существует. Мы, конечно, все совершенно рады принятому закону о государственном стратегическом планировании, который объявил таки концепцию пространственного развития, доктрины. И вся эта высшая цель устройства страны возможно таки случится, но пока такого документа нет. Мы вспоминаем с ностальгией тот документ, которым руководствовала вся страна, схема расселения и производительных сил. Это было советское устройство, люди должны жить и работать, все остальное инфраструктура. И страна занималась именно местом для жизни, как приложением, как прилагательным к местам приложения труда. И предприятия у нас назывались градообразующими. И отсюда все строилось. Что сегодня? Сегодня, до наоборот, сегодня государство занимается инфраструктурами инженерной, коммунальной, социальной и отказалось полностью от мест проживания и от мест приложения труда. Не объекты это, ни федерального, ни регионального, ни местного значения, а территориальное планирование, оно призвано в установленных границах, причем это тоже об этом говорил Александр Сергеевич, я здесь соглашусь, в установленных, абы как и абы когда. Только в них мы можем планировать размещение этих самых объектов, ну, будем говорить региональных и местных. И полномочия от региона к местному самоуправлению ежегодно самым разнообразным образом передаются. Ну, об этом я сегодня тоже немножечко еще поговорю. Хочется дальше эту тему продолжить, не буду, буду себя останавливать. Я думаю, что за четыре дня мы, может быть, даже и все друг другу скажем то, что хотим сказать. А по поводу Минкультуры, маленькая реплика, по поводу, да, тоже не сказала, а кто же занимается. Так вот, Минэкономики, а в прошлом Минрегион, на самом деле, да, он ничем не занимался с точки зрения территориального планирования. Он только лишь был координатором. То есть Минэнерго занимался энергетикой, там Минздрав, здравоохранение, Минобразование, соответственно, Минкультуры. Это огромная тема, чем оно должно заниматься, да, охранять или воссоздавать, или включать в жизнь, в экономику это самое наше драгоценное культурное наследие. И прежде всего, у нас же мы строим правовое государство, и начиная от частной собственности, ничего по сути нет, пока не зарегистрировано право. И вот нас, территориальных планировщиков, в 2011 году лишили нашего священного права устанавливать те самые зоны с особыми условиями использования территорий. Раньше все это мы взвешивали, изучали, у нас санпины, у нас масса знаний, у нас разноплановые специалисты-инженеры, каждый по своей части, и у нас была комплексная карта, схема территорий с особыми условиями использования территорий. И это была единственная карта, закрепляющая те самые, или карта градостроительных ограничений, по-разному мы все это называли, да, были техсопы всевозможные, все это было на нас. В 2011 году сказали, нет, вы ничего этого не делаете, вы размещаете объекты с учетом зон, установленных вот кем-то раньше. Мы провели глубоченный анализ, мы люди вдумчивые в нашем институте территориального планирования град, создали такую книжку, 65 федеральных законов регулируют деятельность по установлению этих самых ограничений, разных-разных-разных. И, конечно, серьезная доля находится в области Минкультуры. Будучи совсем недавно, на одном из совещаний, где там периодически мы все бываем, в торгово-промышленной, в ОСИ, в Минэкономике, в Минрегионе, Минстрое, ну, Минрегион уже нет, был задан в ОСИ. Я вспоминаю, Сергей Адольфович, наверное, тоже вспомнит, он тоже там был, на рабочей группе по разработке как раз и реализации, по мониторингу уже реализации дорожной карты, по установлению прав собственности, куда эти права собственности зависят, безусловно, от всех этих множественных ограничений. И у нас теперь сегодня такой закон существует, что ограничения, по сути-то, и не существует, пока это ограничение не внесено как сведение в государственный кадастр недвижимости. Представители, официальный ответ нам зачитывали за подписью министра культуры, когда спросили, а когда же вы, наконец, зоны, так как мы-то за них теперь не отвечаем, вы сказали, и у нас в нашем-то кодексе градостроительном написано, что мы к этим зонам охраны культурного наследия так рядом особенно подойти не можем. Никакие регламенты туда не распространяются, мы вот только рядышком и вокруг. Сколько нужно вам времени, чтобы вот страна получила эти сведения хотя бы об установленных зонах охраны культурного наследия? Так вот, в ответе было 20 лет, нет, 25. А если вот это, вот это, вот это, вот это, то может быстрее получиться? Пауза такая серьезная, ну тогда, может быть, лет за 20 справимся. И по сути, такого плана ответы мы получаем повсеместно. Ну, как тут мне уже замечание Марина Николаевна сделала, говорит, то надо бы как-то конференцию начинать попозитивнее. Попробуем. Поэтому мы все-таки, ну, чем живы были, тем дальше жить будем. Мы будем изучать, мы будем наблюдать внимательно за изменениями на всех уровнях законодательных. и будем продолжать вырабатывать методологию, и будем продолжать пытаться приносить пользу на тех территориях, где мы работаем. Я назвала свой доклад, как вы видите, вопросы качества жизни и качества среды в системе управления развитием территорий. Что это за такая система? Ну, мы с вами от первых выступлений уже почувствовали, насколько она устойчиво существует, как она регулируется во властных структурах, ну, пока такой вот действительно устойчивости и полного понимания, ну, вряд ли есть, вернее, нет, и это было неоднократно, и сказал Александр Сергеевич, и Дмитрий Михайлович сказал, и на парламентских слушаниях в прошлом году тоже все дружно проголосовали, что кодекс надо переписывать, ну, и то, и то, и то, и это, здесь я уже не буду продолжать. Я просто попробую представить вашему вниманию то видение систем управления, будем говорить о системах управления развитием территорий. Несколько лет назад мы говорили, у нас была еще одна буква, аббревиатура здесь исчезла не случайно, это мы постепенно переходим, хотя аббревиатура, о, а тут не убрали, так, недоработки, значит, старые макеты, видимо, сюда включили, не поработали, это я к тем, кто готовит наши презентационные материалы, хочу сделать замечание, уже два года, как мы провозгласили, и АСУРТ, буква Г должна быть убрана, это я еще там разберусь отдельно по этому вопросу, потому что вы получили сборники, об этом я тоже сказала кратко, но надеюсь, что вы все посмотрите, и сами перед собой мы уже отчитались в форме подготовленного, изданного, как сборник конференции по всем правилам этого жанра, значит, там собраны статьи сотрудников нашего института по поводу разработок именно прошедшего года, то есть здесь не все подряд, у нас есть предыдущий сборник, ну вот сборники начали публиковать только второй, это только второй выпуск, ну, думаю, что делать мы это будем долго, а сейчас все-таки к теме по поводу системы управления развитием территорий, мы нарочно убрали слово градостроительный, то есть это принципиальная позиция, что такое градостроительство, градостроительство и говорить о территориальном планировании, и о всевозможном зонировании, это, конечно, наша большая беда, страны в целом я имею в виду, что с терминологией мы не разобрались, мы очень многие из нас, даже из людей, которые занимаются всю жизнь, вот это наше дело, это наша профессия, даже мы периодически друг с другом наговорим одними словами, подразумевая под этими словами различные смыслы, и даже территориальное планирование и градостроительное проектирование, я сейчас не буду вступать в дискуссию, но многие из нас, вот если бы у нас сейчас был рядом с нами еще один наш вообще великолепнейший мозг градостроительный Марк Яковлевич Вильнер, вот он бы сейчас все термины объяснил бы совершенно иначе, и доказал бы свою правоту, то есть подложил бы под это определенные основы, поэтому я, видимо, буду сейчас объяснять, а что же мы под этим понимаем, почему мы сказали не градостроительное, а потому что очень многие на территориях, в регионах до сих пор понимают, вот мы градостроительные проектировщики, мы предполагаем и этим мы занимаемся, мы занимаемся планированием развития всех территорий в определенных каких-то пределах, но страну в целом запроектировать нам как институту еще не довелось, еще пока не заказали, но, допустим, несколько, ни один, ни два, там порядка семи, восьми, не помню уже точно, схем территориального планирования региональных мы разработали, и имеем представление, и об этом в дальнейших секциях тоже будет рассказано, и считаю, что добились определенных результатов, и мы ведь занимаемся не только размещением объектов строительства, а люди, а мы все больше, все чаще разговариваем с людьми, об этом тоже будет сказано, мы же выходим на площадки и обычным людям, находящимся в других сферах профессии, и школьникам, и студентам, и пенсионерам, мы рассказываем о том, чем мы занимаемся, то есть мы развиваем институт публичности и открытости решений, что является, ну, я считаю, что это тоже, это просто чрезвычайной важности направление, и очень-очень важное, потому что, как бы нам ни говорил наш заказчик, в лице губернатора, в лице мэра, что он от имени народа, ничего он не от имени получается, и мы встречаемся с этим каждый раз, об этом тоже будем говорить, поэтому и название управления развитием территорий, есть ли система, ну, нет в большом государственном смысле этой системы, но мы ее представляем себе так, и стараемся системно ее развивать. четыре основные компоненты, прогнозирование и целеполагание, эта компонента предназначена для определения, ну, на примере города, можно говорить город, страна, там, деревня, все что угодно, но будем для простоты, то есть какой должен быть город, в каком городе мы хотим жить, планирование и регламентирование. Здесь вот, в этой конструкции, нарочно, не названо легитимным именем ни одного документа, мы просто говорим, как мы себе это представляем, после того, когда мы определили цели, нам необходимо выработать определенные правила игры, определенная последовательность действий, а как мы будем добиваться тех целевых показателей, которые определили на уровне прогнозирования и целеполагания. После выработки правил игры наступает проектирование и программирование, которое отвечает на другие уже более точные вопросы, а какие основные инвестиционные проекты, как мы эти проекты вообще должны связать с другими проектами, как мы работаем на различных уровнях власти, ну и, конечно, мониторинг. Без мониторинга все правильно, об этом тоже говорили, мы должны понимать, в каком месте мы находимся, и мы должны дополнять, наполнять и отслеживать свой каждый шаг, и именно сегодня. А понимать, где же мы находимся, и обеспечивать, что ли, взаимоотношения, но об этом я тоже еще дополнительно скажу. Видимо, вот это более расшитый первый слайд я буду пропускать, потому что я и так уже чувствую, перебираю по времени, потому что сильно отвлекалась. Ну, я на правах модератора себе это позволяю совершенно нескромно. Все названные компоненты и все задачи по поводу каждой компоненты усложняются еще и тем, что все это же происходит на разных уровнях власти по отношению к одной и той же территории. Если мы говорим о территории города, там хозяев на самом деле полно. Это совсем не только мэр, который как избранник народный руководит действиями, поступками по поводу развития своей территории. Здесь и региональная власть принимает решения и далеко не всегда спрашивает, да, Ирина Юрьевна, далеко не всегда спрашивает о том, ну, мы недавно по Тюмени здесь рассуждали, каким образом. Говорим, вот полное покрытие города, найдите такой еще хоть один пример в стране, нету такого примера, чтобы было стопроцентное покрытие разработанными, утвержденными проектами планировки. Но есть еще и региональная власть, которая размещает свои объекты регионального значения, она сама принимает решение о подготовке документа по планировке территории, она сама заказывает этот проект, она же его утверждает и направляет в город. Вот вы там вообще положите это в свое СУГД, в какое место его ложить? Где оно? Правил нет, закона нет, каким образом вносятся изменения? Ну, это тоже один из вопросов, который возникает, как пример к вот этой картинке, которая говорит, нормативно-правовое обеспечение, стратегии, стратегия федеральная, региональная, муниципальная, все, пожалуйста. Документы территориального планирования, об этом уже много говорили, есть федеральный уровень, есть региональный, и есть муниципальный, а муниципальных на самом деле еще два до три, потому что есть схема территориального планирования муниципального района, есть генеральный план поселения, а еще мы можем, что тоже вынуждены делать иногда, Хотя мне это очень не нравится, это кусочничество какое-то. Но что делать? Есть же у нас еще вот эта фраза святая. Заказчик всегда прав, обязанный делать. Тем более есть градостроительный кодекс, который говорит, что генеральный план может быть разработан в границах населенного пункта. Но в границах населенного пункта не может быть это, это, это и это. Что мы делаем? Мы по сути тогда, что это за генеральный план? Ну нечто похожее на ПДП, вот раньше на проект детальной планировки в определенных границах. Но мы, потом покажу. Докумендация по планировке территорий, об этом я уже сказала, может делаться комплексно, а может кусочно. Ну и информационные системы. Информационные системы не везде, косо и криво. Ну начиная с документов территориального планирования, это мы об этом уже тоже говорили, что комплексной схемы территориального планирования страны у нас нет по сути. Мы только готовимся к этому. А пока есть пять ведомственных. Есть в сфере транспорта, в сфере энергетики, здравоохранения, образования и обороны. И информационные системы законом установлены. Есть у нас и СОГД муниципальные, и то в законе косо-криво, как архив пока. И есть у нас федеральная информационная система территориального планирования. Развивается. За последний год можно даже сказать несколько позитивов. Мы про это еще будем говорить. Немножко меняются документы. Будем надеяться, что их все-таки примут. Потому что то, что разработано сейчас, и то, что мы подробно смотрели в Нальчике, все-таки это уже несколько шагов вперед есть. Но, опять же, хочется сказать пару слов, не удержусь, про высшестоящее министерство, Министерство экономики и Минстрой Российской Федерации. Ну что же такое творится? Мы теперь и СОГД нашу любимую делим. И так как Министерство экономики несет ответственность за федеральную информационную систему в сфере территориального планирования, оно говорит, не, вообще все документы территориального планирования, давайте, будут наши. В этом есть резон? Безусловно, есть. Конечно, есть. Вообще, это единый комплекс социально-экономического и территориального планирования. Точно, точно так. Ну, тогда давайте мы полномочия по ведению СОГД в части территориального планирования забираем. Все забрали полномочия, полномочия передали. Минстрой теперь несет ответственность, имеет полномочия в части нормативно-правового регулирования создания и внедрения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности на местном уровне в остальных частях, кроме территориального планирования. Что делает Минстрой? Все, ступор. То есть, ничего не делает. Все вот просто остановились и не понимают, а как теперь? Ну, и как уже было понято здесь из некоторых реплик, любви большой и взаимосогласованных действий между Минстроем и Минэкономики по нашим направлениям сегодня мы не наблюдаем. Ну, опять вывод все тот же. Надеяться не на кого, надеяться будем на себя и будем отрабатывать, вырабатывать и продолжать, упорно продолжать внедрение методологии, созданной и развивающейся в стенах нашего института. И очень благодарна нашим заказчикам, которые вот у нас все-таки есть, и это самое главное наше достояние, потому что иначе, конечно, было бы совсем грустно и совсем невозможно. Так все уже, наверное, или почти все знают, на чем стоит институт, что же это такое главное, что за священная корова ВТП-Град есть. Это, конечно, наш комплексный проект. И этот наш комплексный проект, он растет, развивается, укрепляется и, надеюсь, что будет расти дальше. Построение, содержательная часть нашего комплексного проекта, вот идеологически она стоит на том, что я уже сказала, на системном углублении, на принципах последовательного приближения, детализации каждого из решений. По принципам и от общего к частному, и от частного к общему, по-другому сейчас нельзя. Нельзя говорить о том, я категорически не согласна с теми мнениями, когда, ну, есть такая позиция, что пока вот ты не сделал, разработал схему территориального планирования страны, ты не можешь приступить к аналогичной работе по региону, по, значит, городу, по району, и в итоге пришли к кварталу, и в итоге, что и земельный участок нельзя застроить, пока схему развития страны не придумали. Не совсем так. Конечно, нужно учитывать все и учиться, учитывать в той мере, в какой это необходимо для принятия какого-то того решения, над которым ты работаешь. Ну, первая часть, тоже об этом уже, по-моему, сказала, что мы представляем единым циклом стратегическое, социально-экономическое и территориальное планирование. Об этом говорил Александр Сергеевич, спасибо. Конечно, какая экономика? О чем мы можем думать? Как мы можем себе фантазировать, если мы не знаем, каким же конкретным ресурсом обладает эта территория? Как же мы можем придумать такой стратегизм, как Евпатория, город с счастливого детства, если мы не знаем, что находится на чудесном морском побережье? Ну, и так далее, и так далее. В составе мы считаем это правильным и на последних работах проверили свои домыслы, считаем более верным делать три единый документ. Стратегия социально-экономического развития, концепция пространственного развития и нормативы градостроительного проектирования. Которые и определяют, но сегодня у нас свобод меньше, пока не было статей специальных в Городостроительном кодексе, которые определили законченный перечень предназначения, то есть определение предельных показателей обеспеченности и доступности объектов регионального и местного значения. И ничего более. Пока этой нормы не было, мы были вольны, мы писали сами оглавление, мы согласовывались с заказчиком и устраняли, ну, как умели. Мы устраняли тот недостаток, о котором тоже говорил Александр Сергеевич, об отсутствии федеральных нормативов, а сегодня, когда вот этот круг замкнулся, мы же что получили? Мы получили только лишь право устанавливать предельные показатели по поводу размещения инфраструктурных объектов. То есть это здравоохранение, образование, инженерия, коммунальная сфера, дороги. Все. Про жилье здесь нет ничего и быть не может. Все прокуратура быстренько уберет. Где это место тогда? Ну, а мы об этом, конечно, поговорим. Это место единственное сегодня в правилах землепользования и застройки. Но если нас загоняет периодически градостроительное законодательство в последовательность определенную содержанием градостроительного кодекса и заставляет нас принимать, разрабатывать правила землепользования и застройки прямо сразу после генерального плана, мы не умеем делать хорошие правила на основе генерального плана. Это невозможно. Это просто невозможно. И вот стандарт предприятия мне очень понравился. Я не помню, я делилась с вами, Александр Сергеевич, либо нет. Но стандарты предприятия существуют. И у нас совершенно четко прописано, когда и как мы должны разрабатывать правила землепользования и застройки. Но эта тема у нас еще отдельная. Мы начинаем, собственно, с методических материалов завтра. Первая половина дня у нас этому будет посвящена. И самое главное, что норм по поводу территориального планирования сегодня действительно нет нигде. Свод правил, мы писали с вами экспертизу по поводу этого сборника, этого свода. Но он какой-то свод, вот чего-то самого разнообразного. Что-то из СНИПов, что-то из градостроительного кодекса прямо переписано, что-то из каких-то учебников, причем даже терминология внутри одного документа. И документ предлагается как, ну действительно, претендует на нечто заменяющее федеральные нормативы градостроительного проектирования. И содержит в себе, пытается в себе содержать и нормы ли, требования ли, к балансу территории, чего сегодня нет. И кто это должен вырабатывать? Наверное, должны быть все-таки, мы все-таки с вами, наверное, сделаем, Александр Сергеевич. Я даю это обещание прямо вот здесь, прямо отсюда. Что готовы поддержать здесь и помочь вам с применением множественного опыта института на разных территориях, от Дальнего Востока до Южного Юга, Северного Севера. Потому что требования к плотностям, безусловно, они разные. Потом я бы здесь же, не отходя от микрофона, сказала бы, а может быть нам подумать и уйти вообще от плотности населения на квадратный километр на гектар? Мы как население это можем регулировать сегодня? Кто-то считает 20 человек обеспеченность, кто-то 30, какая-то стратегия 35. Принимает регион, мы, например, вот попали так, я считаю, просто очень неловкая была ситуация. Мы из нее там как-то вышли, наверное, завтра ребята про это будут... А, нет, сегодня. Сегодня у нас комплексный проект, я расскажу вот так в целом кратенько. А на примерах уже будем смотреть после обеда. Вот такая, ну, деликатная довольно позиция. Региональная стратегия принимает решение. Мы стремимся к обеспеченности, это стратегический кайцель, к обеспеченности 35 квадратных метров на человека к 30-му году. Мы к 30-му году делаем генеральный план Мегиона, например. И у нас специалисты совершенно, значит, с чувством правильного поступка пересчитывают весь, значит, фонд. Мы же на будущее потом. У нас, ну и что, что у нас сегодня по 20, да, и нам детских садов не хватает. Их пересчитали, что они уже все разбогатели, все уже половину населения выгнали из своих квартир, из тех же самых хрущевок, да, и уже в квартире стандартной трехкомнатной, которая, все помнят, 62-65 квадратных метров, да, там уже, оказывается, все только по двое живут. Это как? Это вот как себе мысленно можно представить? Поэтому, а если мы понимаем, что в этих квартирах, в этих домах вот такое же расположение и будет, вот в трехкомнатные 100-метровые, 120-метровые, они, может быть, там тоже будут три человека жить, но это будет потом. А потом как может власть, как ты можешь принимать такое решение, я бы ей задала власти вопрос, а если ты ничего для этого не делаешь, ты же не обеспечиваешь, ты же не, нет этой разнарядки. Это мы в молодые годы получали бесплатные квартиры по очереди, по тем метрам, которые нам были положены. А сегодня, извини, сколько денег у тебя есть, столько и есть. Поэтому я бы все-таки взяла, попробовала бы реализовать вот такую норму из расчета, в зависимости от типологии жилья, просчитать благи, благо разнообразные, на квадратный метр. Это как вот мы думаем эту мысль, и у нас вроде бы даже есть некоторые идеи. Ну вот это место нормативов, я об этом уже сказала, нормативы, на наш взгляд, это ключ, это, ну, даже вот, как мне понравилось на репетиции вчера Саша Зинков сказал, это чек-лист, на который мы проверяем вообще качество среды. Нормативам сейчас, ну, уже и так понятно, что институт уделяет огромное внимание, и вплоть до того, что мы понимаем, как их с нашей позиции, с точки зрения нашего совокупного градовского ума, выработана определенная методология и разработано сегодня специальное программное обеспечение, которое тоже вот было сказано уже, что и в первой компоненте это было, я забыла упомянуть. Что, конечно, мы считаем, что вначале должна быть комплексная база данных о существующем состоянии использования территории, и только в соответствии с единой системой требований обязательно, потому что, казалось бы, да, мы делаем вначале рутинную работу, она огромна, она трудозатратна, она вот тяжела очень, и требует и усидчивости, и ответственности очень-очень высокой. Человеческий фактор, он же у нас всегда есть, но для этого пришлось придумать программное обеспечение, которое автоматически проверяет наш электронный опорный план на соответствие системе требований. То есть все поля там, все, ну, там масса есть всяких этих прибамбасов, которые говорят, да, опорный план готов. Потом опорный план, мы же предполагаем, когда наш комплексный проект, то это, конечно, уже нормативы разработаны параллельно, это все делается параллельно. И автоматически опорный план проверяется на соответствие нормативам градостроительного проектирования. И вот когда будет такое вдруг счастье, что это ПО нам скажет, ничего не надо, все хорошо. Я говорю, это идеальный город, когда опорный план будет равен генеральному плану. И нам надо только лишь, ну, то есть это как живем мы в любимой квартире, которая все-все у нас устраивает. Мы там мебель меняем, там стены перекрашиваем, то есть мы занимаемся устройством, восстановлением, капитальным ремонтом. А так у нас всего хватает по количеству и по месторасположению. Ну, вот таких городов нам, правда, не встречалось, хотя встречался город, который генплан предусматривал его в два раза сокращение. Это город Воркута был в два, не в два, но значительное. Потому что это город, ну, вот сейчас там беда большая, город, в котором районы многоэтажных жилых домов пустых. Ребят приезжают с командировки, я, по-моему, радостные такие, говорят, ой, там пятикомнатные квартиры продают за 200 тысяч рублей. А почему? А их никто не покупает, а там работать негде, просто совсем негде работать. Городообразующий объект, все его знают, он сокращается очень сильно. Ну, вот генеральный план. Не буду подробно, а буду, видимо, кусочками так. Ну, потому что хочется сохранить какое-то целостное впечатление, это я уже сказала, что как единый комплекс, стратегия, концепция пространственного развития, нормативы, и все это три, дает возможность нам разработать генеральный план, у которого только лишь три возможности есть. И больше ничего. Мы можем и очень часто обсуждаем это на наших рабочих группах, в авторских коллективах, и мне задают вопросы периодически, а давайте мы это все-таки сделаем в составе генерального плана, а где мы это сделаем? Ну, давайте мы вот такие предложения дадим, и в материалы по обоснованию, вот мы сюда, я говорю, да мы дадим, кто бы это прочитал и кому бы это было нужно. А давайте будем искать те места, которые все-таки, как можно встроиться, как можно встроиться в систему, ну, законодательно защищенные какие-то документы. А генеральный план, да, к сожалению, к большому моему сожалению, но ничего невозможно утвердить, кроме границ населенных пунктов, кроме функционального зонирования и местоположения с установленными параметрами объектов местного значения. И определить местоположения с точностью до функциональных зон, размещенные уже в схеме территориального планирования региона, объекты регионального значения и объекты федерального, если таковы есть, в вышеназванных также схемах. Все, больше ничего, ой, да я назад, простите. Мы же хотим большего. Нам скучно проектировать такие генеральные планы. Ну, можно, можно идеально, можно программным обеспечением проверить, все будет хорошо, все будет, вот, все будет пропорционально. Но, закрыв глаза, мы можем себе, вот, ну, мы все, наверное, жили, а кто-то и живет в таких микрорайонах, серых, убогих, в серых одинаковых домах, с одинаковыми абсолютно детскими площадками, которые трудно назвать детскими. Но, если проверить на нормы кодекса, на нормативы градостроительного проектирования, там все будет отлично. Все отлично, все 5 баллов. А какое-то отношение имеет генеральный план к качеству среды? Мы задаем себе этот вопрос, и как мы можем понять, где это место, качество? Ну, одно, конечно же, наше профессиональное предвидение, известный очень могучий способ, есть творческая составляющая, нас всех как-то учили, и мы хотим чего-то хорошего. Но очень, на наш взгляд, правильным и необходимым – это как раз поход к людям. Это людей спросить надо, а что для них красиво? А где их место любимое? А из какого места они хотят сделать это любимое место? И буду спорить со всеми представителями нашего же цеха. У нас есть в нашем цеху противники, они вообще считают, что это, не дай бог, и они считают, что градостроительство – это точно так же, как врач-хирург. И не мешайте мне резать так резать, а я думаю, если врач, то терапевт. То есть, а поговорить, а спросить. А я думаю, что в данном случае диагноз без больного не поставить. Нужно вместе вырабатывать. И тогда, это вот тот самый город Мегион, есть, конечно, мнение, бывает оно, и ничего в этом страшного нет. Очень многие говорят, да вообще случайно этот Мегион занял первое место на конкурсе в прошлом году. Да не случайно на самом деле. Вот есть, конечно, доли, но этот, именно этот небольшой город, он очень технично был сделан. На нас, вот у нас с нами, можно сказать, вся Тюмень год не разговаривала. Потому что, вот Сургут вот он сидит, он нормально, он говорит, ну и что нормально, подумаешь, да и второе место мне нормально. А Тюмень, нет, все, мэр со мной встречаться отказался. Зам мэра, говорит, все, у нас изжога, вы, говорит, подождите, вы подождите, мы пережить не можем. А на самом деле, там же что было? Да, Тюмень, город-то громадный, самый растущий в стране город сегодня. Мы в Москву не берем, Москва там как хочет, так и растет, да? То есть, какая задача будет поставлена. А здесь город прирастает на 20 тысяч населения ежегодно. То есть, когда мы разрабатывали генплан и тогда рисовали там на 30 лет в перспективе миллион, сколько шума было, сколько было московских экспертиз, что мы там себе понадумали, да что это вообще там, ужас какой. Сегодня таких вопросов нет, сегодня мы так все уже чувствуем, что раньше намеченного срока миллион в Тюмени будет, видимо. Вот, но там сложностей много. А вот этот городок, он достаточно, ну скажем так, он не такой большой, и там нет таких очень серьезных коллизий, которые, ну скажем так, снизили рейтинги как Сургута, так и тем более Тюмени. Об этом мы будем говорить завтра, по-моему, именно эта тема, тема прилегающих территорий. И мы ставим даже задачу сейчас на нашей конференции, мы там написали, конечно, слово модной агломерации, но на самом деле мы хотим проработать вопросы не агломерационных эффектов, а проблемы соседствования. Вот сегодня так. И мы вообще-то практики, и мы понимаем, что когда там вдруг может быть, в каком законе, как это будет, а какое будет межбюджетное, какие будут отношения, и что это? Разом все законодательство, все 85 законов, которые мы используем каждый день, перепишут. Да не случится же этого. Не буду. Вот здесь этой проблемы не было. Про реализацию генерального плана важно сказать. Ну, здесь я итоговое предложение, по-моему, не сказала, но было и так видно. Именно жители Мегиона нас переориентировали на выбор, я убеждена сейчас, правильного решения. То есть они выбрали те главные городские места, на которых мы должны сосредоточиться. Мы определили их и зарезервировали под общественное пространство. Это главные парки, это главные бульвары, главные пешеходные направления. Но если бы очень многих так было... Мы же сделали генеральный план, что теперь? Мы все, у нас все, мы сейчас быстренько сделаем правила землепользования и застройки, закроем все вопросы, и у нас с прокуратурой все хорошо. Но если остановиться на утверждении генерального плана, ну, на мой взгляд, это ничего не сделать. Это вот можно было, если себе ставишь цели дойти до утверждения генерального плана и на основе генерального плана потом заработать, принять ПЗЗ, лучше не браться. Когда я разговариваю с предполагаемыми заказчиками, и мне вот такой говорит, ну, может быть, это лучше и не к нам тогда. Потому что, а какой смысл? Мы достаточно дорогие разработчики. Хотя я, опять же, обращаюсь к заказчикам и говорю, лучше не так называйте, лучше говорите, дорогие вы наши, приходите, значит, к нам. Вот, но смысл, потому что если мы хотим результат, то с этого только начинается. И следующим, за генеральным планом, мы предлагаем разработку проектов планировки. Можно называть территории общего пользования, в том числе УДС. Можно говорить УДС и других территорий общего пользования, в зависимости от сложившейся общественно-политической ситуации в городе. Но задача у этого документа установить красные линии, все красные линии, вплоть до определения границ каждого квартала, как планировочного элемента, как того кубика, из которого сооружается городская ткань, защитить тем самым от наезда в прямом смысле магистрали, защитить от застройки, прилегающие, вовлеченные уже в магистральную, уличную магистральную сеть территории, защитить парки, скверы, бульвары. И дальше параллельно организовать работу по формированию в этих пределах земельных участков, по постановке этих земельных участков в государственный кадастр недвижимости. Почему? Глубоко ошибочное. Это мое мнение. Имею право его высказать. Но в градостроительном кодексе до сих пор существует вот эта возможность установления границ территориальных зон в правилах по осям улиц. Что это? Будем говорить об этой теме дальше. И в то же время, градостроительный регламент на территории общего пользования не распространяется. Это значит, ну вот что хочу, то и ворочу. Здесь же вот этот проект, он четко отделяет вот это личное от публичного. Внутреннее содержание кварталов идет в правила землепользования и застройки. Общественное пространство, вырастающее из территорий улично-дорожной сети, из парков, скверов, формирующее вот эту сеточку отношений городских, вот это в другое место. И здесь уже параллельно можно начинать работать над таким тоже уже обязательным документом, как правило, благоустройства. Хороший документ. Отличный документ. Ну, даже и неплохо, что отменили методические указания, хотя и те указания нам позволяли делать очень хорошие вещи, потому что документ не закрытого содержания. Но уже в рекомендациях и требования к фасадам, к архитектурному облику зданий, к озеленению, к благоустройству, к малым архитектурным формам, к наружному освещению. Мы же придумали сделать здесь на основе вот этого проекта картографическое приложение и разделить вот эти правила благоустройства. Здесь тоже поле на самом деле, вот пахать и пахать еще на нем. Потому что я глубоко убеждена, что здесь должны быть особенные нормы. И насколько мы, как власть, утвердившая такой документ, имеем право вмешиваться в нормирование элементов благоустройства тех же территорий, придомовых, принадлежащих многоквартирным жилым домам. Какая разница, я задаю вопрос своим юристам, есть ли разница в праве частном, вот я единый частный собственник и общая долевая собственность. Мне говорят, никакой, никакой. Значит, все это нормирование, какие песочницы и какие помойки и там для тряски, сушки и так далее, мы размещаем, они не имеют никакого права вообще. То есть затратились, заставили застройщика потратиться, потом, значит, въехали собственники, поставили шлагбаумы, поставили заборы, смели все под бульдозер и делают как хотят. И так происходит повсеместно. И что есть, по сути, справедливо. Но это тоже большая другая тема, и мы об этом обязательно будем говорить. Про отношение к правилам я уже, в принципе, главное сказала, хотя, конечно, хочется еще больше говорить. И тоже, с одной стороны, мы понимаем, да, классификатор нужен, он очень нужен, потому что нужна единая связь от целеполагания, от зарождения идеи, то есть объект в документе территориального планирования, в планировке, в правилах, в кадастре, в системе адресной, в налоговой. Он должен одинаково называться. Он должен быть один. У него вот имя должно быть собственное, или там фамилия. Сейчас объекты теряются. Это крайне сложно. Огромное количество проблем и в налоговом, и в обустройстве. Но приняли классификатор, отлично, что приняли. Вот обеспечить обязательность этих связей, это не приняли. Это вот у нас пока только для этого. Виды разрешенного использования только для этого. Только в правилах и только в кадастр. Все. Ну, а? В оценку надо. Но пока этого нет. Оценка не учитывает, она не обязана использовать этот классификатор. Это к большому сожалению. А от оценки зависят налоги. Новый закон развития? Проект закона не буду гарантировать. В действующем законодательстве нет. Вот там сидит Дмитрий Валерьевич, пусть расскажет. Потом, может быть, или Катя лучше, может быть, даже знает этот закон у нас. Будет следующая. Так, так, так. Ну, о правилах благоустройства я говорила тоже. А, недостаток. Просто немножко меня сбили. Недостаток классификаторов все-таки в его ограниченности. Он пока еще, его нужно, нужно, необходимо дальше детализировать. Пока в одном виде использования, то есть на него смотрели, с точки зрения взымания даже налогов, на него смотрели, потому что есть несовместимые вещи в одном буквально, а, даже, по-моему, ну, вот очистные, да, сооружения и водозабор. Это один вид разрешенного использования. То есть, я говорю, что, кто первый встал, то вы этапки. Потому что рядом-то эти объекты не могут сосуществовать. Ну, вот такие вот есть вопросики. Ну, у нас до последнего мы думали, что здесь мы будем разговаривать с первоисточником, с разработчиком этого классификатора и разработчиком сейчас законопроекта об отмене категорий. И еще ряда очень важных для нас законопроектов и федеральных нормативных актов. Это Михаил Владимирович Бочаров должен был здесь быть. Но буквально это вот позавчера вечером мне все-таки было сказано, нет, не смогу, вот все-таки не пустили. Хотя, ну, у нас мнения разошлись. Мне сказали, что он не хотел, как все чиновники. Им трудно, им трудно встречаться, ну, и лениво, и трудно немножко. Здесь действительно, вот Михаил Владимирович, он очень хотел, я ему как-то поверила. Потому что он сам звонил каждый день, он согласовывал тему. Он и про то, и про это спрашивал. И мы очень часто помогаем ему, собственно, даем примеры, предложения. У нас очень такие вот рабочие, что ли, и дружеские отношения. К тому не думаю. Минэконом развития, Елена Станиславовна, она мне даже предлагала конференцию перенести. Так хотела приехать, Чугуевская. Да, но, когда она, это она мне предложила, смотрела в календарь, когда она не поехала в Нальчик, ну, там тоже, там, ах, внезапное, ах, внезапное событие. Все тоже узнали вот так на конференции. Я говорю, я вот сейчас перенесу конференцию, я извинюсь перед всеми, кто уже в своих календарях определил это место. А потом вас быстро, внезапно вызовет правительство куда-нибудь. Я говорю, такое может быть? Ну, конечно, может. Говорю, значит, не буду переносить. Я возвращаюсь немножечко к правилам по благоустройству, чего не хватает. Вот при доброй воле заказчика и желании, умении разработчика, правила сделать сегодня можно изумительными. Вот можно продумать все-все-все и действительно понимать, как идти, вот каким мы хотим видеть город и найти здесь общие вопросы, моменты мнения с жителями и выбрать лицо, стиль, формы. Вот все можно, вопрос остается открытым. Как реализовать? Инструмента реализации правил благоустройства сегодня не существует. Это только, опять же, добрая воля. Но если мы сосредоточимся с вами именно на проработке правил по поводу мест общего пользования, если мы их сформировали в земельные участки, если мы их направили в кадастр недвижимости и, что принципиально, отнесли весь перечень к объектам местного значения, то на благоустройство, на размещение, развитие объектов местного значения город, муниципалитет имеет право тратить деньги. Он может тогда принять специальную муниципальную программу по благоустройству территорий общего пользования, по созданию, воссозданию, развитию общественных пространств, вырастающих из этой территории. Но, к сожалению, вот таких случаев, с такими четкими позициями, нам еще даже пока ни в одном комплексном проекте внедрить не удалось. Но я знаю тот город, в котором мы это будем пробовать в первую очередь. А он на меня не смотрит. Да, объявляю торжественно. У меня выбран город внутри, и мы будем с вами на эту тему работать, Алексей Александрович. Это Сургут. Инвестиционный паспорт будет про это еще много сказано. А, про инструменты реализации быстренько скажу, вот два-три предложения. Обидно, у нас тоже вот этот ведомственный подход, то есть коммунальные службы схватились, сделали обязательный КПР коммунальной инфраструктуры. Минтранс подсуетился, сделал, значит, КПР транспортной инфраструктуры. Сейчас, именно сейчас, в настоящее время, мы тоже здесь работаем с Минэкономразвития, вырабатываются требования, прямо-таки федеральные требования к размещению объектов социальной инфраструктуры. И утверждены методические указания по разработке ПКР социальной инфраструктуры, а туда благоустройство не входит. Благоустройство, тут вся инфраструктура есть, а территории общего пользования, именно как территории общего пользования, а не как улично-дорожная сеть, они опять выпали. Но если город, опять же, имеет эту самую добрую волю, то мы его научим, как правильно войти в нормативное поле и как защитить каждую копейку, и даже где деньги найти за этот счет, потому что параллельно разрабатываются, должны, на наш взгляд, разрабатываться комплексные проекты межевания, результатом которых и появляются довольно значительные деньги в городские бюджеты. И параллельно три КПР, как инструменты реализации, но это инфраструктурные, а я начинала с этого, что наше территориальное планирование вообще-то, а кому она нужна будет, эта инфраструктура? Если жить негде будет, если не будет самого комфортного и еще лучше доступного жилья, если не будет рабочих мест, а кто за них несет ответственность? Ну, опять же, у города, то есть федерация здесь, законодательство здесь тушклое до невыносимости, но при доброй воле, при понимании, предыдущий был слайд про комплексную программу инвестиционного развития. И опять же, я поднимаюсь вверх, инвестиционные площадки, об этом Александр Сергеевич очень здорово сказал, когда говорил, я забыла, у вас очень была такая деликатная фраза по поводу борьбы нашего государства со всякими недугами, ну так мы осторожно боремся, и с коррупцией мы так ненавязчиво, так хотели бы победить, давно победили, все правильно. Если говорить о коррупции в стройке, то вот, вот он комплексный проект, все ясно, все понятно, вы включаете в перечень объектов регионального и местного значения инвестиционные площадки, какие инвестиционные площадки, вы обсудите это с предпринимательским сообществом, с гражданами, что они хотят, инвестиционные паспорта на открытый портал, условия, выбор. У каждого предпринимателя, у которых будущего предпринимателя должно быть 10 выборов, а не один, который он сам где-то под столом себе сочинил, потом бегает по кабинетам, и ничего не изменилось на самом деле, по крайней мере во многих-многих сферах государственных и муниципальных услуг. Ну и, конечно, через что это все? Через открытый портал информационно-аналитической системы управления развитием территорий, про которые мы много-много будем еще говорить. Спасибо вам огромное за внимание, я вас благодарю.